Монтаж пленок андутиз на утепленной кровли с двумя вентиляционными зазорами. Уложите утеплитель между стропил. Для создания вентиляционного канала утеплитель должен лежать ниже стропил на 5-8 см. Используйте андутиз БЛ для фиксации нижней кромки пленки на капельнике. Для гидроизоляции кровли применяется пленка андутиз РВ-100 или андутиз РС и андутиз РВМ. Нарежьте пленку на куски необходимой длины. Монтаж ведется горизонтальными полотнищами снизу вверх от карниза к коньку. Пленка закрепляется на стропилах строительным степлером с небольшим провисанием в 1-2 см для отвода стекающего конденсатора. Места нахлеста проклейте монтажными лентами андутиз БЛ или андутиз МЛ. Нахлест полотнищ должен составлять 15 см. Смонтированную пленку закрепите поверх стропил брусками сечением 3 на 5 см, обработанными антисептиком. Высота бруска образует верхний вентиляционный зазор. В районе конька необходим зазор 10-12 см для удаления пара из нижнего вентиляционного канала. Установите обрешетку в соответствии с инструкцией по монтажу кровли. Верхний вентиляционный зазор предназначен для удаления подкровельного конденсата. Необходимо обеспечить доступ воздуха, вентиляционные каналы в районе карниза и его выход из-под конька. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...